Няня, которая издевалась над детьми и колола их иглой от шприца из детского сада, уволилась по собственному желанию. Известно, что ей 39 лет и последние 9 лет она проработала в этом садике. По словам пострадавших детей, няня неоднократно запугивала их уколами. Однако на этот раз свои угрозы она воплотила. По какой причине, следствию еще только предстоит выяснить. Однако в электронных СМИ появилась информация о том, что муж женщины не так давно покончил с собой. И именно поэтому нервы у няни и не выдержали. В прокуратуре сегодня рассказали, что пострадали два пятилетних ребенка, мальчика и девочка. За непослушание няня уколола их иглой от шприца в предплечье. И сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По результатам проверки Чистопольской городской прокуратурой внесено представление начальнику управления образования района о недопущении подобных фактов в преди привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Кроме того, это дело сразу попало на особый контроль Минздрава Татарстана. Малыши сдали анализы на ВИЧ и другие инфекции. Врачи спеццентра тоже провели расследование. Специалисты говорят, если это была игла от использованного шприца, трагедии не избежать. Поэтому врачи также допросили няню. В данном случае мы знаем, что детишки здоровые, и говорить о риске передачи какой-то инфекции мы не будем, потому что если укололи одного ребёнка, и ребёнок у нас на учёте не состоит, то у нас нет сомнений, что ребёнок больной. Сомнения вызывают, откуда ещё эта игла? Ну, иголку, насколько я знаю, при беседе с сотрудниками детского садика мы поняли, что иголочка была просто чистая обычная иголка от неиспользованного шприца. Между тем, ЧП в детском саду Чистополя в сети произвело эффект разорвавшейся бомбы. Более ста гневных комментариев. Надо видеокамеры в каждую группу. Мы в саде ходили всего 4 дня, и за это время я в шоке от отношения к маленьким. Моя дочурка приходила голодная, её даже не кормили. Я работала не только с одной воспитательницей. Некоторые злые кричат, бьют, лишают детей еды. Разве это нормально? В самом детском саду номер 8 от общения с журналистами воздерживаются, как заявила заведующая Светлана Дитарова. Комментариев не будет, пока работает следствие. И сегодня юристы рассказали, что даже не дожидаясь конца проверки, родители пострадавших детей могут подать иск к дошкольному учреждению на возмещение морального вреда.